Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось расширенное заседание комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Все вопросы мы точно так же новые зафиксировали. Возьмем обязательно их в работу в комитет наш. Новый созыв общественного совета при ОМВД по Ленинскому городскому округу. Будем стараться, конечно, используя базу нашего учреждения в проведении мероприятий. В детской школе искусств города Видное состоялся конкурс эстрадно-джазовой музыки «Видный джаз». 8 детских эстрадных оркестров, 19 ансамблей и более 60 солистов. В Дворце Спорта Видное прошло выездное расширенное заседание комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Основной темой встречи стала транспортная доступность в Ленинском городском округе. Наталья Буслаева расскажет подробнее. Развитие дорожной инфраструктуры и транспорта – одно из важных направлений в Московской области. Ленинский городской округ – не исключение. Активное жилищное строительство и увеличение населения в муниципалитете создает непростую ситуацию с пассажирскими перевозками. Но благодаря поддержке губернатора проблема постепенно решается. Очереди на автобусных остановках заметно сократились. На сегодняшний день по поручению губернатора уже в Ленинский городской округ выделено дополнительно 29 автобусов. И они встали уже на линии. Лично губернатор сам вручал ключи от 10-ти новых автобусов среднего класса, которые сейчас уже ездят по дорогам в Ленинский городского округа. И коллеги Мострансавта не дадут соврать. Сегодня они очень серьезно закрывают те потребности, которые у нас действительно были. Как отметил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров, на заседании комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, основной причиной пробок на трассах становится неотремонтированное и поврежденное дорожное полотно. В бюджете округа на муниципальные дороги отвезено порядка 150 миллионов рублей. Упор будет сделан на наиболее важные участки, которые приведут в порядок в ближайшее время. В первую очередь в этом году будет финансирование на ремонт именно Володарского шоссе в полном его объеме. Но желательно, если вдруг мы будем понимать, что финансирования на все Володарское шоссе у нас хватать не будет, то самый первый участок – это как раз пригород весной рядом и дальше в сторону Володарки, то есть в сторону уменьшения требовательности. Все вопросы мы точно так же новые зафиксировали. Возьмем обязательно их в работу в комитет наш, обязательно их разложим по тем, что если связаны с федеральными дорогами, нужно будет обязательно внимание коллег федеральных на региональный уровень или на муниципальном какие вопросы можно решить. Присутствующие на встрече местные депутаты смогли задать вопросы волнующие жители их избирательных округов. Алена Кокоева рассказала о ситуации с большегрузами в поселке Лопатина. Фуры уже более трех месяцев припаркованы вдоль дорог и перекрывают пешеходные переходы, а также препятствуют проезду автомобилистов и мешают автобусам. Выезжая из рабочего поселка Лопатина, я выезжаю вынужденно выехать на дорогу практически на встречу встречным машинам, потому что эти машины, большегрузные, перекрывают дорогу. Дети переходят из Жигариного города в рабочий поселок Лопатина, потому что это единственная там школа и единственные три детских сада. Очень приятно то, что много депутатов было от разных округов. Видно то, что они работают со своими жителями, потому что именно звучало по много вопросов от каждого депутата. Понятно, что это такой крик души именно жителей. Все вопросы, озвученные на заседании, комитет возьмет в работу. Без внимания не останутся и просьбы о новых остановках в отдаленных населенных пунктах и увеличение количества автобусов на маршрутах, а также более глобальные строительства дополнительных развязок и хорд. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Заседание общественного совета состоялось в ОМВД по Ленинскому городскому округу. На нем определили представителей нового созыва, а также обсудили план на первый квартал. Подробнее расскажет Инга Янчук. 5 февраля в управлении был издан приказ о подтверждении нового состава общественного совета. После кадрового обновления сменилось семь представителей. Общественники путем голосования избрали кандидатов на должности председателя, заместителя и секретаря. Если больше предложений нет, вот у нас есть два кандидата. На должность председателя общественного совета был выдвинут Сергей Лысенков. Он работает в управлении свыше 33 лет. За это время от должности оперуполномоченного он дослужился до начальника уголовного розыска, а после – до начальника кадров. Его кандидатура была выбрана единогласно. Сергей Викторович у нас много лет отработал в нашем ОМВД. Такой должен быть, я считаю, что руководитель, председатель общественного совета. Замы у него – это те, которые не первый год уже тоже участвуют в нашем общественном совете. Они готовы участвовать во всем, во всех, во всех наших, в нашей жизни. Поэтому благодарны и надеюсь, что мы будем в таком плане с ними работать. Секретарем был избран член общественной палаты муниципалитета Вячеслав Краснонос. Заместителями председателя назначены директор учреждения по работе с молодежью «Энергия» Елена Разбиралова и член торгово-промышленной палаты Дмитрий Гашев. Будем стараться, конечно, использовать базу нашего учреждения в проведении мероприятий и, соответственно, включаться активно в работу общественного совета. Общественный совет при ОМВД освещает работу сотрудников внутренних дел и помогает сделать их деятельность открытой для общества. Во второй раз членом созыва общественного совета стала заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Юлия Погасьян. Она активно принимает участие во всевозможных мероприятиях, проводимых полицией, а также содействует распространению информации об их работе в СМИ. Продолжил свою деятельность, активную в сфере освещения деятельности моих коллег по общественному совету, помощи и ОМВД в создании различных роликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, безопасности. На заседании также обсудили планы на первый квартал 2024 года. Было принято решение о проведении регулярных встреч жителей с участковыми, чтобы каждый мог решить насущные проблемы в формате прямого диалога. Инга Инчук, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 37-летнего жителя Вологодской области, который украл из сетевого строительного магазина более 25 упаковок ремонтно-монтажного клея. После того, как росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из охраняемого гипермаркета, они прибыли на место. Там они выяснили, что неизвестный гражданин пытался вынести из торгового зала неоплаченный товар. Мужчина сложил в рюкзак упаковки герметика и монтажного клея, после чего попытался покинуть магазин. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу регулярно проводят рейд «Маленький пассажир. Большая ответственность», чтобы следить за тем, как жители соблюдают правила перевозки детей в своих автомобилях. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Детское автокресло предназначено для транспортировки маленьких пассажиров в автомобиле от рождения и до достижения ими роста 150 сантиметров или веса 36 килограммов. Его главная задача – обеспечить безопасность ребенка в случае аварии, экстренном торможении или при резких маневрах. Те, кто перевозит ребенка в машине без этого устройства, нарушают правила дорожного движения. Если у нас нарушают водители данные требования перевозки маленьких пассажиров, то это предусматривает административную ответственность по статье 12.23, части 3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Предусмотрен штраф в 3000 рублей. Для того, чтобы еще раз напомнить гражданам о правилах перевозки детей в транспортном средстве, сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят рейды «Маленький пассажир – большая ответственность», во время которых они раздают водителям листовки со всей необходимой информацией. В ходе рейда выяснилось, что большая часть жителей соблюдает ПДД. Всегда стараемся покупать кресла по размеру, соответственно, по возрасту. Еще второй ребенок есть для него. Там постоянно у нас стоит еще детская такая, сюда трех лет. А это уже взрослый попросил спереди, подобрали специальное кресло, чтобы можно было пристегнуться и безопасно, и спать в нем тоже удобно, если на далекое расстояние. Считаю, что все дети должны быть пристегнуты во избежание проблем дальнейших со здоровьем и жизнеобеспечением. Ну, это здорово, да, что проходят такие рейды. Да, поэтому мы соблюдаем, спасибо. Необходимо помнить, что покупая автокресло, вы тратите деньги не на это устройство, а на безопасность своего ребенка. Настоящая забота проявляется в ответственности за своих детей. Юлия Астаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В детской школе искусств города Видное состоялся всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой музыки «Видный джаз». В фестивале принимали участие музыканты из школ дополнительного образования, музыкальных колледжей и высших учебных заведений Москвы, Подмосковья и Кургана. Музыканты выступали в четырех номинациях – солисты, инструменталисты, ансамбли, оркестры и джазовый вокал. Так как музыкантов было много, мероприятие проходило в течение двух дней. У нас будет участвовать восемь детских эстрадных оркестров, девятнадцать ансамблей и более шестидесяти солистов. Профессиональное жюри оценивало участников по определенным критериям. Обращаем внимание на качество исполнения музыкальных произведений, на то, из чего состоит музыка. Это штрихи, нюансы, интонация, ну и внешний вид, конечно же. Основная идея конкурса «Видный джаз» – объединить талантливых исполнителей разных возрастных категорий и развить традиции многонациональной культуры России. Спортивный праздник в образовательно-оздоровительном центре «Дельфин» – отличный повод собраться всей семьей и получить заряд хорошего настроения. Родители поддерживали своих детей, которые участвовали в веселых стартах. В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» провели соревнования для своих воспитанников. Не столько спортивный, сколько развлекательный формат веселых стартов способствует объединению юных пловцов и их тренеров в одну дружную команду. Веселые старты, то есть это эстафеты, ребята должны будут переплыть, должны будут помочь друг другу, то есть они преодолевают водную гладь. Чтобы отвлечься от серьезной подготовки к соревнованиям разного уровня и постоянных тренировок, несколько раз в год руководство центра проводит праздники для своих ребят. Зимой это новогодние спектакли, а на этот раз команда тренеров подготовила дружеские эстафеты. Мы стараемся разнообразить, чтобы не было соревнований, чтобы дети порадовались, и малыши тоже были задействованы, и родители, как вы видели, сегодня помогали. Поэтому в совокупности праздник получился. Участники разделились на шесть команд. В каждой мальчики и девочки разного возраста, чтобы все было по-честному. Ребятам предстояло пройти восемь эстафет на скорость, меткость и ловкость. Пловцов поддерживали их родители. Я очень рада. Мы с удовольствием пришли. Дети были тоже очень рады. Ждали с вчерашнего дня соревнования. Когда, когда, когда мы поедем. Утром рано проснулись, собрались и побежали. Очень довольны. Спасибо большое. Все участники заплывов получили большое удовольствие, а победители – грамоты и сладкие подарки. С малых лет занимаюсь уже. И как бы не планирую пока бросать. Все-таки это спорт, это здоровье. На сегодняшних соревнованиях мне больше всего запомнилось. Последний этап соревнований – хвостики, где надо было лопать шарики и принести команде как можно больше хвостиков. Зная высокий уровень фантазии руководства и тренеров Центра «Дельфин», можно быть уверенными, что подобные мероприятия для своих воспитанников будут продолжаться. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова